Секс это хорошо, да? Но я его люблю, когда я этого хочу. Вид на жительство может получить только тот, кто написал отказ. Ну какая наша родина? Все говорят, Россия наша школа, мои одноклассники, а я говорю Украина. Ощущение того, что у тебя нет возможности выбраться отсюда, выехать куда-то, оно уже само по себе создает такое ощущение тюрьмы определенной. Никто не может из даже тех, кто принял Россию и придерживается мнения, что все-таки Россия это гуд, это хорошо, даже они не могут привести аргумент, что стало лучше. Вот это вот в корне. Согласно данным Управления Миграционной службы Республики Крым, к концу 2014 года на учет было поставлено более 60 тысяч иностранных граждан. Из них 7 тысяч получили разрешение на временное проживание и вид на жительство. Российские паспорта после аннексии Крыма-Москвой получили более полутора миллионов граждан. Однако от украинских документов мало кто отказался. Украинский паспорт выбросили? Нет, есть. Мало ли что. Например? Ну кто знает. Ситуация меняется каждый день. То есть вы не исключаете, что... Я ничего не исключаю. Как будет, так будет. Российский паспорт взяли вы? Да. А украинский? Остался. Лежит в тумбочке? Лежит. Ждет своего часа? Ну а куда его девать? Не выбросишь же. Найти и получить комментарий от резидентов Республики Крым, которые получили вид на жительство, по принципиальным соображениям, непросто. Люди боятся говорить. Житель военного городка Новофедоровка в Сакском районе Екатерина Миронова получила вид на жительство. И не исключает, что у нее в любой момент могут возникнуть неприятности из-за ее убеждений. Мы не знаем, мы зависли над пропастью. Мы не знаем, что с нами будет. Может быть, послезавтра придут и скажут, вы не граждане этой страны и валите отсюда. Да, мы здесь резиденты. Да, мы потеряли столько времени, чтобы получить эти документы. Но я не знаю, защитят ли они нас. Екатерина временно не работает, воспитывает двоих детей, дочь инвалида и сына школьника. Антон Миронов, инженер-энергетик, супруг Екатерины, также получил вид на жительство. Антон не скрывает своих разочарований в связи с тем, что Крым стал российским. Но еще больше у него претензий к украинской армии. Солдаты и офицеры не оказали сопротивления так называемым «зеленым человечкам», которые стали захватывать на полуострове одну военную базу за другой. А как вы себе подразумеваете бюджетную организацию, в которой я сначала там был, а потом всю свою сознательную трудовую деятельность, я получил налоги. Я содержал этих дармоедов. А потом, когда пошла оккупация, они кроме как гимн спеть больше ничего не смогли. Гимн и я могу спеть, выйти. А на тот момент я вообще бы его орать мог. И покажем, что мы братья козацкого тропа. Бывший сотрудник одной из татарских телекомпаний Мавиле Халилова также считает себя отказником. Она проживает в Симферополе, хотя родом из Бахчисарая. Родители переехали в Крым еще во времена Советского Союза из Узбекистана. Сохранение украинского гражданства на тот момент, когда я писала отказ, это был определенный момент, связанный с личной свободой. Вот, наверное, это больше, знаете, не какой-то такой технический момент, да? Это больше был какой-то внутренний моральный такой аспект для меня. Для Мавиле, молодой верующей женщины, как оказалось, не просто получить вид на жительство с ее неопределенным социальным статусом. Должен быть опекун, который возьмет обеспечение человека, который получает вид на жительство, на себя. Либо у меня должно быть официальное трудоустройство на момент получения вида на жительство. У меня сейчас его нет. Простите, но вам 25. Да, и тем не менее. То есть, если кто-то из моих родителей имеет российское гражданство и официально трудоустроит, то тогда я могу получить вид на жительство. Поселок Новофедоровка – легендарное место в Крыму. Военная база в Сакском районе, куда садились в 45-м году самолеты Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, которые прибыли на Ялтинскую конференцию. В марте 2014 года здесь разворачивались совсем другие события. Украинский авиационный гарнизон был взят под контроль зелеными человечками. Как позже выяснилось, это были российские военные. Ольга Пустовойт в прошлом служила в украинской армии. Ныне она гражданский инженер. Ольга не стала отказником. Не хватило смелости, как у ее друзей Кати и Антона Мироновых. Но чувство протеста не покидает ее, особенно когда она видит своих бывших сослуживцев. Вот у нас были замполиты, для меня это самое дикое было. Ладно, техники, которые обслуживали одни самолеты, переучатся будут другие. Ты должен учить своих подчиненных или контингент любви к родине. И здесь пришла Россия, и этот отдел остался. Вот понимаете, я понимаю, что они же остались. Я думаю, теперь все, теперь они учат, что нужно другую родину любить. Я бы хотел гордиться своими вооруженными силами. Как вообще должны были повести вооруженные силы себя в тот момент? Как? Не допустить. Не допустить в зачатке в самом. Потому что есть разведка, есть контрразведка. По крайней мере, это структуры, которые так же само из бюджета получали деньги. И содержались, извините, на деньги налогоплательщиков. И россияне к этому никакого отношения не имели. Нам так, мы живем в состоянии гармонии. А оказалось, что вокруг люди, каждый второй предатель, каждый второй жалок в своих меркантильных, низменных, материальных, зависимых чувствах. Политика, по сути, она не преследует ценности народа, заботы какой-то и так далее. И ты начинаешь оценивать это с точки зрения своего народа исключительно. Крымско-татарского народа в моем случае. И здесь, наверное, было важно осознание того, что каждый в этой войне сам за себя. И крымские татары тоже должны быть за себя. И тогда мы уже отсекли, возможно, варианты уехать отсюда, начать какую-то деятельность за границей, даже в том же Киеве. Кто-то уехал в Москву. Неважно. А важно было остаться здесь и попробовать выживать, развиваться и жить в этих условиях. Мавилия Халилова, несмотря на патриотические чувства и гордость за свой крымско-татарский народ, не исключает, что ей придется, возможно, пойти на компромисс. Возможно, условия сложатся так, что меня уже уволили с работы, потому что предприятие переоформлялось. Я не могу сказать, что завтра для того, чтобы сохранить свое рабочее место и так далее, я не пойду и не возьму паспорт российский. Я не могу этого утверждать, потому что, возможно, возникнет такая ситуация, что мне придется это сделать. Крым, де-факто, уже год находится под контролем России. Киев далеко, Москва близко. Эйфория проходит. О разочарованиях говорить публично люди боятся. Отказники или те, кто получил вид на жительство, пытаются обустроиться в новых для себя условиях. Каждый определяет сам для себя меру сопротивления. Что это за флажок у вас здесь? Где? Как он показался здесь? Украинский флажок вешать нельзя. Мне весной побили бампер машины. У нас все четко разделились. Кто-то побежал сразу же за новыми российскими номерами. Выдавали три семерки. Есть люди, у которых на машинах нет ничего. Мы понимаем, что это люди-флюгеры. А мы повесили флаг Евросоюза, потому что мы хотим идти вперед. Мы не хотим, чтобы нас засасывало в болото. Ольга Пустовойт, как и большинство крымчан, получила российский паспорт. Но оставаться на полуострове она долго не собирается. Дети ее живут в Днепропетровске. Как только выйдет на пенсию, уедет на материк, на Украину. Секс – это хорошо, да? Но я его люблю, когда я этого хочу. Правильно? Это произошло то же самое. Может быть, даже и правда было бы хорошо. Ну, хотя я не знаю. У меня вот эти действия, они все равно несут в себе какое-то насилие в некотором смысле. И просто так они не растворятся. Значит, где-то еще выйдет. Вот лично мое мнение, это вышло на Донбассе. Однако за новостями, в том числе и экономическими, Ольга следит пристально. Знать, в каком положении сейчас наша страна. Новая. Новая страна, да. И какие выводы делаете? Ну, плачевные. О том, что страна в таком плачевном состоянии. Но вы радуетесь, что рубль падает? Я не радуюсь, я просто думаю, что мы это заслужили. Мы и... ну, теперь уже мы все, да. Мы это заслужили. Екатерина Миронова, в отличие от Ольги Пустовойт, из Крыма уезжать не собирается. Хотя сама родилась в России на Урале. И много лет назад переехала на Украину. Ольга теперь живет по принципу. Чем хуже, тем лучше. Мы радуемся, когда нам выключают свет. Мы созваниваемся... Выключают свет, у меня ребенок кричит «Слава Украине!». Мы созваниваемся друг с другом. А твой район отключили, а твой город отключили. А когда выключали всему Крыму, у нас был праздник. Откуда такой мазохизм? Свет в конце туннеля. Супруг Екатерины Антон не питает иллюзий по поводу возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Он трезво оценивает ситуацию и понимает, что в настоящий момент Крым Киеву не нужен. Ну, представьте, на секундочку представим сейчас пристегнуть опять Крым, опять к Украине. Сейчас, сегодня, через час. Что с этим делать? Что вот с этим миллионом пенсионеров? Это какая нагрузка на бюджет маленькой страны? И Украина не брала обязательств сейчас. Сейчас проблемы в Крыму только правительство России. В отличие от Антона, Екатерина настроена более решительно. Для нее возвращение Крыму к Украине – это процесс неизбежный. Она способствует этому как может. Почему? Я шла в магазин и в полный голос сказала, мы купим этот киндер сюрприз, эти деньги пойдут, купят оружие и придут убивать в нашу страну нас же. Это вы так ребенку говорите? Да, да. Что на эти деньги купят оружие, которое направят против нашей страны. А что он хотел, чтобы вы ему купили? Ну, какие-то сюрпризы какие-то вот. Это из России? Да, но все же российское. Я везла. Ну, это же то, что вы говорите, это, мягко говоря, неполиткорректно. Ну, может быть. Но мы стараемся ничего не покупать российского. А как ты разбираешь, кто свой, кто чужой? Ну, по флагу я различаю. По флагу. А какой флаг свой? А свой? Ну, российский это белый, синий, красный. А украинский это синий и желтый. То есть голубой и желтый. Неважно. Ну, а который свой? Ну, мой? Да. Ну, украинский. Крым стал российским. Мы только за. А вы? Как? У меня как-то все равно. Что в Украине, что в России. Ну, а смысл? Больше стали зарабатывать? Ну, не так уж больше. Но на тысячи две больше. Как чувствует ваша лошадка теперь? Отлично. Ну, ей, конечно, все равно. Ей тоже, да.